так приветствую друзья мы сегодня с вами будем замачивать семена я вам покажу как я это делаю у меня здесь два пакетика белые и красные семена это перец две стеклянные ложки ну вот одна это пепельница но я не нашла подходящий вот но мне нравится вот такие вот они называются чашка петри что ли в общем очень удобные вещи и нам понадобится обычная хлопчатая бумажная ткань просто какой-то кусочек который вам не жалко но от старой простыни и мы сейчас я отрежу вот этот лишний кусок здесь шов и он ну чтобы не создавал лишнюю толщину не нужно моего отрежу так отрезаем но где-то небольшой кусочек то есть по размеру вот этой вот ложки может быть чуть меньше вот принципе нам такой полоски здесь полоска где-то сантиметров наверно 20 но она немножко кривая ее охватит на 2 на 2 части и так у нас с вами есть два вот таких кусочка где-то сантиметров по 15 вот большой возьму для этого этой кладем на дно вот так вот и сюда тоже кладем на дно и капаем немножко водички чтобы ткань пропиталась водой чтобы она стала влажным вот пока она будет пропитываться мы с вами начнем распаковывать откроем пакетики посмотрим объем и посмотрим что вообще нам там предлагается в красном пакетике я отрезала хвостик там есть еще один пакетик и в принципе на просвет видно что семян там не очень много поэтому я думаю что они будут в маленькой коробочке маленькой баночки откроем теперь эту здесь видно что внутри ничего нету никаких дополнительных пакетиков а семена находятся прям непосредственно в этом пакете вот так вот надо потеребить чтобы семена ушли все с той площади которую мы будем отрезать и отрезаем хвостик так там у нас в принципе приличное количество ткань уже намокла и мы высыпаем их ровно на ткань так посмотреть нет ли там не застряла ли там чего-нибудь еще какого-нибудь семечка вот в принципе их можно разровнять просто распределить по ткани по этому кусочку чтобы они все были в воде чтобы они все были влажные как-то не налегали как бы один на другой чтобы каждый был в своей отдельной такой вот водной оболочке распределили и накрываем вторым слоем еще если необходимо капаем еще немножко в водичке чтобы влаги было ну вот буквально пара миллиметров чтобы только ткань была влажная и семена были во влажной среде но при этом они были в этой ткани запакованы то есть они в одно время как бы находятся под защитой внешне и в то же время они считаются в вазе и так же упаковываем и так же упаковываем эти пакеты здесь семен не так много а тут тоже ничего прилично так все их оттуда выгоняем чтобы все семена были на ткани и опять распределяем тут кстати видите немножко поменьше семена распределяем их чтобы они каждый был как бы в отдельной своей такой оболочке водяной вот более менее и накрываем так же накрываем если необходимо можно подписать то есть в какой коробочке что у вас находится если у вас много таких коробочек то можно подписать вот и настаиваем это ну как правило это в течение 3-5 дней пока не появятся ростки мы будем с вами делать это вместе я покажу вам когда появятся ростки сколько дней пройдет сегодня я замачиваю уже немножко припозднилось 2 марта но семена как бы сорта эти довольно быстро схожесть имеют как я почитала поэтому они должны быстро взойти для чего это нам нужно для чего мы вот так это делаем почему нельзя просто посеять в горшочки там уже посадить напрямую это такой скажем наш секрет не знаю может быть тоже другие люди тоже так делают для чего мы это делаем для того чтобы ускорить процесс созревания семени для того чтобы оно набухло чтобы росток начал как бы появляться чтобы он разъединил вот эти вот половинки скорлупок и вылез наружу это усиливает и укрепляет рассаду вот не знаю как там многие говорят но по моему немалому опыту я уже много лет это делаю много лет занимаюсь рассадой и вообще люблю дачу и всякие дачные штуки и как бы ну всему учусь новому чему то да какие то идеи привношу в свою в свои посадки что то беру других идеи какие то но если вот какие то такие идеи которые из года в год и они приносят результат то я ими пользуюсь из года в год и стараюсь не забывать что это нам опять же дает то есть семечко быстрее прорастает и как бы не звучало удивительно но это укрепляет рассаду то есть рассада не будет вытягиваться не будет выглядеть тощий и хилый росток сразу же будет толстым мясистым и довольно крепкие листочки будут вот и вот так мы оставляем на 3-5 дней следим обязательно каждый день ну чтобы не подсыхала поверхность то есть если воды становится чуть меньше то можно опять же капельку добавить вот но не надо слишком много то есть не нужно чтобы семена прямо плавали в этой жидкости только чуть-чуть мы смачиваем только ткань чтобы ткань была влажная больше нам влаги не нужно ставить нужно на подоконник то есть это вполне идеальное место там есть батарея которая как бы прогревает семена и в то же время и не таким семенам она прогревает подоконник поэтому снизу у них тепло а сверху холод от окна потому что сейчас им не нужно настолько много тепла который дает батарея иначе они пойдут в рост раньше времени вот и я поставлю это на подоконник и буду держать вас в курсе какого числа появятся исходы и покажу вам постараюсь показать если камера позволит каким образом появляются исходы и как мы будем в дальнейшем с этими пророчными знаниями поступать надеюсь что было полезно если были какие то вопросы появились какие то вопросы задавайте в комментариях я на все вопросы отвечу по возможности и если не подписаны подписывайтесь ставьте лайк будем с вами обсуждать вопросы дачных всяких мероприятий и увидимся в новых видео не пропускайте нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать не пропускать какие то важные события на канале может быть даже важные для вас и в общем то увидимся в новых видео пока пока что